Бижутерия из бисера, куклы, панно из войлока, миниатюрные животные из пластилина. На все это смотришь и диву даешься, как подобраны цвета и формы, как точно проработаны все детали. Такое разнообразие. Все это сделано руками ребят с инвалидностью. Они являются подопечными общественного благотворительного фонда Дженнерту и школа неограниченных возможностей фонда Явно. Организовать выставку работ давно было мечтой одной из рукодельниц Марины Краюшкиной и педагога по прикладному искусству Ольги Джумабаевой. И вот, говорят они, мечта сбылась. Мероприятие устроили в Музее изобразительных искусств имени Капара Айтиева. Это поставка чайник, войлочник. Валяло войлок, сшивало с нитками. Ну, где-то четыре дня работала. Вот. Тут домики шило, клеило. Ну, на два дня поставки чайник. Ну, под дизяком на махинке все прочить. Время не в четыре дня там. Это кажется так. А когда делаешь, нужно, чтобы оно просохло, прогладилось, чтобы вид был эстетичный. Неподалеку стоит свинья. Материал Марина подобрала необычные макароны. Животное было сделано в канун позапрошлого Нового года. 2019-й как раз был под знаком свиньи. Возможно, Марина скоро сделает и символ наступающего года – бычка. Может, даже елку. Как изготовить из макарон не только блюда, но и элемент декора, посмотрела она в интернете. Далее, рассказывает Марина, надула воздушный шар до определенного объема и начала приклеивать макароны. Ольга Чумабаева рассказывает, что Марина Краюшкина – ее лучшая ученица. Если у рукодельницы появляется идея для будущего произведения, она советуется со своей наставницей. Марина как раз, она в себя, все, что я могла ей дать, она все это сделала. И мало того, что она еще на этом развивается и самостоятельно улучшает. У нее такой сильный волевой характер, несмотря на то, что она такая вот кроткая, стеснительная. Марина Краюшкина занимается у Ольги Чумабаевой уже четыре года. Ранее девушка закончила швейные училища и пришла к педагогу уже с определенными навыками. Сколько на этой выставке работ самой Марины Краюшкиной и не сосчитать, порядка ста не меньше. Педагог Ольга Чумабаева насчитала 13 направлений прикладного искусства, которые освоила ее ученица. Среди них канзаши, валяние войлока, вязание крючком. В экспозиции можно узнать даже мультперсонажей. Вот это герои анимационного фильма «Монстры на каникулах». Граф Дракула и Эрика. Неподалеку клоун, как будто скоро заиграет шарами. Куклы выполнены из холодного фарфора. Марина говорит, что этот материал в сыром виде мягкий, как пластилин. Обувь у кукол сделана из кожи. Туфельки, ботинки – миниатюрные копии оригиналов. Результатом своего труда, который Марина особо довольна, стала вот эта рыжая ведьмочка. подала идею педагог. На выставке царей праздничное настроение. Ведь многие работы были сделаны специально к наступающему Новому году. Тут и Дед Мороз в разных одежках. Новогодний волшебник даже на скейтборде стоит. Здесь и бычок, символ 2021 года. Кто хочет поднять себе настроение, погрузиться в хорошую атмосферу, тот может прийти на эту выставку. Экспозиция будет в Музее изобразительных искусств имени Гопара Айтиева до 15 декабря.